Я очень рад вас всех приветствовать на этой лекции. Это будет не очень серьезная лекция, а скорее какая-то моя такая перспектива. У меня специфическая достаточно карьера, Саша немного упомянула, но, соответственно, я не буду сильно вдаваться в то, чем я занимался, но, в общем, специфика моей деятельности в том, что занимался я очень многим. Наверное, не так глубоко, как некоторые люди, но, с другой стороны, на, в принципе, достаточном уровне для каких-то публикаций, чтобы разобраться в вопросе более-менее неплохо. Поэтому я постараюсь дать не глубину, а ширину, тем более, что это вводная лекция. А второй такой аспект, если кто-то из вас, например, полюбопытничал и посмотрел на лекции, которые мне делали в 2016-2017 году и так далее, я, в принципе, стараюсь не читать одно и то же, и в особенности, в принципе, если посмотреть на то, даже как люди представляются сейчас на этих лекциях, вот кто они такие, чем они занимаются, видно, что уровень биоинформатики в России вырос драматически. Хотелось бы, в общем, верить, что Институт биоинформатики предложил к этому уроку, но так или иначе уже нет смысла рассказывать о том, как запускать какие-то программы и как круто эта биоинформатика, все же это понимают. Поэтому, опять же, какие-то очевидные вещи я буду пропускать. То есть это будет чуть-чуть более high-level в некоторых местах. И, соответственно, если вы чувствуете, что не получается разобраться, то можно посмотреть другие лекции, либо можно вот курс, который Саша упомянул, а без задачек будет быстрее. Вот. В общем, поехали. Вот. Вот такая у нас общая схема. Что здесь, собственно, происходит, кто происходящим виноват и что нам теперь делать? Это аутлайн. Собственно, биоинформатика сама по себе понятие достаточно размытая. То есть понятно, что она сочетает био, то есть какие-то науки о живом, и информатику, которая сама по себе тоже понятие достаточно размытая. Вообще информатика, она в англоязычной культуре называется типа компьютер-сайенс, теория, которые у нас в школе назывались информатика. Но, с другой стороны, компьютер-сайенс – это все-таки что-то более сфокусированное, то есть там же разработка алгоритмов, все связанные с программными обеспечениями и так далее. Я нашел определение на сайте Европейского института биоинформатики, неплохое, да, то есть это наука, связанная с хранением, получением и анализом большого количества биологической информации. То есть большое количество, упомянуто не зря, оно много раз будет появляться по ходу гратива, а большое количество данных – это сейчас такое благословение и проклятие, да, и, соответственно, вот. Но, опять же, биоинформатика, когда, если вы ищете вообще биоинформатику в сети, да, то, ну, важно понимать, любой из вас знает, что, в чем секрет пользования Google умел, да, то есть если вы знаете точно ключевые слова, которые искать, то есть это не слишком узкие, не слишком широкие. Соответственно, биоинформатику имеет смысл определить поточнее, и когда вы просто биоинформатику СИС считаете, то, как правило, речь идет о именно геномной, транскриптовной и протеомной биоинформатике. Именно так называется. Тут могут многие люди возмутиться, потому что, в принципе, связано с этим еще очень большое количество, естественно, разные науки. В частности, есть структурная биоинформатика, молекулярная динамика, моделирование, но это чаще описывается терминами computational biology, modeling и так далее. Вот. Есть специальный термин systems biology. Это обычно про интеграцию, это обычно про, соответственно, метаболические модели, какие-то предсказательные модели, ну, то есть про попытки описать клетку целиком в том или ином виде. Есть очень сильно развито evolutionary biology, в которой тоже используются эти методы. Есть медицинская статистика, медицинская биоинформатика, часто сильно пересекающаяся с NGS биоинформатикой. Но в целом, о чем мы будем сегодня говорить, можно сказать, что это NGS биоинформатика, то есть биоинформатика секвенирования, биоинформатика геномно-транскриптомная, меньше протеомная, и я немножко коснусь вопроса, почему. Вот. А секвенирование, собственно, достаточно… Прошу прощения, нельзя это выключить. Домофон. Секвенирование, оно достаточно, так сказать, назойливо везде себя представляет, и в последние, так сказать, 10 лет от него никуда не деться. Иногда возникает закономерный вопрос, почему вообще это до такой степени доминирует происходящее. Ну, если посмотреть в целом на живую клетку, ну, во-первых, для людей, которые с биофизикой не очень хорошо знакомы, может быть сюрпризом, что клетка – это не растворчик, да, это такой очень густой суп, по разным оценкам от 30 до 40%. Там молекулы, отличающиеся от воды, там, соответственно, из-за этого повышенная вязкость и так далее. Как правило, это разные биополимеры, и, соответственно, там есть так называемые малые молекулы, соответственно, разные метаболиты, ДНК, РНК и протеины, и разные другие метаболиты, которые не являются малыми молекулами, но при этом не являются как бы носителем и также наследуемой информации. То есть именно та часть, которая связана, условно говоря, с генетикой, с наследуемой информацией, она описывается основной догмой молекулярной биологии, да, и основная догма, она помимо описания того, что у нас ДНК, РНК и протеина, она еще касается потока информации, да, то есть с информацией у нас течет с ДНК в РНК. Вот, соответственно, что нам интереснее всего из этой троицы? Ну, в общем-то, основную химию, химические, структурные и другие функции в клетке несут протеины. То есть, если быть честными до конца, интереснее всего нам протеин. Тут многие из вас могут начать волноваться, потому что, в общем-то, как правило, мы видим как раз не протеины, да, мы видим ДНК и РНК. Почему? Ну, соответственно, как я уже сказал, поток информации идет вот так, иногда он идет обратно, это был замечательный фермент ревертазы или обратная транскриптаза, которая, в общем-то, у нас ее нет, она есть в вирусах, и, соответственно, он позволяет превратить РНК в ДНК. Но, соответственно, почему нам это важно, да? На самом деле, если говорить совсем просто, это описывает то, что мы можем отсеквенировать очень хорошо, очень эффективно. Там еще есть некоторые моменты, связанные с тем, что ДНК, ну, огромное усилие организма тратится на то, чтобы поддерживать ДНК без ошибок, и ДНК имеет довольно низкую копийность, да, так называемую плойдность, то есть у бактерий, как правило, одна копия ДНК, у нас две копии и так далее, на клетку. И, соответственно, соотношение шума к сигналу, если мы секвенируем ДНК, очень хорошее, оно очень сильно в нашу пользу. С ДНК все же сложнее. Протеины технически сложно секвенировать, хотя дальше вы видите Фреда Сенгера, и если вы читали про Фреда Сенгера, первое Нобелевское премие, он получил именно за секвенирование протеина. Но процесс этот медленный и неэффективный, а мы будем с вами много говорить именно о тех вещах, которые стали настолько эффективными, что вот эта количественная революция, она приводилась в качестве. Так вот, хотели бы протеины отсеквенировать, немножко можем с помощью разной метаболомики, протеомики высокоэффективной, но до сих пор лучше всего умеем ДНК и РНК. РНК на самом деле умеем практически никак, но поскольку, опять же, последних пары лет, но поскольку есть вот этот замечательный фермент, РНК очень эффективно превращается в так называемую ДНК. Это уже не в живом организме, а просто чисто технически возможно. И дальше мы снова секвенируем ДНК. Соответственно, секвенирование по Сенгеру, обычно, когда говорят о медсе, секвенирование ДНК, хотя Сенгер получил две анобелевские премии с разницей в 20 лет. Соответственно, за секвенирование протеинов и за секвенирование ДНК. Секвенирование ДНК в свое время произвело небольшой фурор. Сейчас читать очень смешно, потому что тогда говорили такие вещи, что типа последовательность ДНК длиной 200 нуклеотидов можно отсеквенировать всего за месяц. Соответственно, первая, ну, очень долгая секвенирование по Сенгеру, она выглядела вот так, то есть это получался такой гель, который можно было прям читать в последовательности. Достаточно остроумный метод, и я не буду вдаваться в его детали, но, в общем, это нуклеотиды в исходном варианте радиоактивные, которые останавливают синтез полимеразы. И они в большом, ну, низкий процент их добавлен к нормальному нуклеотиду. Соответственно, примерно одна тысячная синтеза на каждой его ступенечке останавливается, и дальше вы просто смотрите, какая из дорожек светится. Соответственно, светится либо радиоактивно, либо потом стали использовать флуорофорами, ну, то есть с флуоресцентными метками, что стало, во-первых, намного проще, то есть не нужно вам работать с радиоактивными материалами и легко достаточно автоматизироваться. Секвенирование по Сенгеру, особенно кто из вас работал в молекулярной биологии, кто работал в медицине, знает, что оно используется до сих пор, оно живо и здравствует, и у него есть целый ряд интересных преимуществ за счет именно этой автоматизации. Плюс секвенирование по Сенгеру дало толчок, собственно, этой самой революции секвенирования, о которой последние есть 20 лет, так много говорят. Вот это самый задолбавший график всех, то есть я, в принципе, думал, его не показывали, потому что все-таки есть люди очень с разными бэкграундами, и ну, почему бы и не показать. Это, собственно, когда люди хвастаются, непонятно, чем хвастаются, тут даже, в общем, никаких индивидуальных людей обычно к этим достижениям не привязывают, ну, в общем, это вот такой прогресс методов, который случился как-то немножко сам собой, нет никакого героя одного или даже нескольких и засеквенирования, именно засеквенирования, никаких нобелевских премий не дадут. Слева так называемый закон Мура, это закон развития полупроводниковой электроники, ну, в общем, там в какой-то момент, сейчас все замерло, но в какой-то момент эффективность росла, удваивалась каждые 18 месяцев, то есть она, по сути, в лог-шкале цены, то есть если время линейное, а цена в логарифме, то, соответственно, вернее, это эффективность, это мощность процессора, она становилась примерно линейной. Это называлось закон Мура, хотя, ну, в общем, это не знаю, закон это просто как статистическая примерно для людей. Закон Мура применительно к секвенированию соблюдался примерно до 2007 года, а потом там, называли по-разному, закон Мура на законе Мура и так далее. Ну, в общем, падение приобрело такой катастрофический характер цены и эффективности. И, соответственно, здесь это просто цена, соответственно, в долларах за миллион нуклеотидов. Короче, секвенировать мы научились очень много, то есть огромное количество данных получать, и, соответственно, на единицу данных это сильно очень упало. Вот. Соответственно, Сенгер-секвенсинг и любые другие секвенсинг были немедленно забыты, начался хайп. То есть люди поняли, наконец-то, что они могут вообще отсеклинировать что угодно. Что надо вообще было отсеклинировать? Такой вопрос. Но нужно нам вообще так много, так эффективно секвенировать? Ну, то есть это интересный момент, то есть если вернуться к аналогии с компьютерами, допустим, вы сделали компьютер, который мощнее в тысячу раз того, что у вас есть на данный момент. Некоторое довольно значительное время вам будет нечего на нем считать. То есть ваши программы, ваши задачи, ну, то есть вы можете взять какую-то задачу просто ее проверить тысячу раз, но довольно часто это не будет иметь смысла. Ну, в общем, большое количество вещей, оно требует дополнительного измышления, помимо того, что программу нужно подстроить, но вам нужно еще придумать, что, собственно, делать. И это было не совсем очевидно. Но из очевидных вещей, да, то есть полезно представлять, какого размера вообще у нас геномы и у нас, в смысле, у всей жизни на Земле. Геномы варьируются в широчайшем спектре, то есть вирусы не считаются обычно живыми, но, в общем, самый маленький вирусный геном он примерно полторы тысячи нуклеотидов или килобазы, как говорится. Базы — это base pair, то есть пара нуклеотидов единицы измерения ДНК. Не знаком с этим. Соответственно, ну и там микоплазма какая-нибудь это вот меньше миллиона нуклеотидов, в Еколе примерно 4 миллиона нуклеотидов, и дальше после бактерий у эукреота размеры сильно идут вверх. Человек тут не рекордсмен, у человека примерно гоплоидный геном примерно 3 миллиарда оснований, 3 на 10 девятый. Рекордсмен, по-моему, до сих пор Paris Geponic, это, собственно, растение, у которого 150 гигабаз размер. Но, в целом, сразу становится понятнее, что если у вас цена была 10 миллионов долларов на мегабазу, то есть, ну, в вашей Еколе стоило 40 миллионов долларов сиклинирования в 2001 году. Это не очень хорошо. Сейчас, ну, их можно делать, я вам покажу. В современном, в самом современном исполнении, если это все налажено на очень массовой шкале, это стоит примерно 10 долларов. Можете скинуться деньгами на кофе. Вот. Вообще говоря, я дам сейчас небольшую перспективу, которую, в принципе, я сам осознавал, потому что я по образованию не биолог, да, то есть, ну, я читал эти вещи спорадически и в качестве систематизации в голове. Я каким-то образом, соответственно, осмысливал происходящее. И, в общем, большое количество людей, которые стараются, так сказать, поддерживать все самое светлое и доброе в науке, да, они не одобряют какие-то яростные метания. То есть, вот, то, что мы видим в Data Science, то, что мы видим в биоинформатике сейчас, то, что мы видим в каких-то других популярных науках, это, так называемый, цикл хайпа, да, и так далее. И во многом это приносит, конечно, большое количество негатива. это искажает приоритеты, это искажает структуру образования, да, потому что все сразу бросаются откуда-то, куда-то. Это довольно сильно перекашивает, собственно, систематизацию научного познания, да, потому что те вещи, которые очень сильно дали много всего, в данном конкретном примере я буду говорить о биохимии, они забываются, они на самом деле теряют очень сильно финансирование, они теряют позиции в образовательном и, соответственно, они забываются, и это довольно значительная проблема, и, соответственно, люди это постоянно обсуждают в цикле Life Sciences, ну, то есть в контексте Life Sciences в 20 веке, ну, уже теперь в 21. Но деваться некуда, да, то есть если смотреть на девять... Алло? Если смотреть на девятнадцатый век, то там методы более-менее не менялись, да, там было некоторое наблюдение и систематизация, собственно, был микроскоп, была систематическая какая-то зоология, описательные методы, и, условно говоря, да, можно сказать, что вот теория Дарвина, да, когда она, особенно когда ее приняли, ну, и в процессе обсуждения, то есть это было такое, вот, собственно, была теория, и люди смотрели, что в теорию встраивается, что не встраивается, и так вот как-то обсуждали, да, но в двадцатом веке и далее развитие наук в живом, она, в общем, очень сильно диктовалась прогрессивным методом, и как только люди стали способны что-то делать, они немедленно пытались это применить к вайсеренции. Собственно, первую половину двадцатого века очень сильно развивалась химия, там, исходный центр в Германии был, да, и очень, очень люди соответственно, хорошо научились, во-первых, делать химические вещества, их исследовать, уже в 50-х, 60-х годах появились целые ряд скакроскопических методов, которые очень сильно облегчают, местами даже автоматизируют ваше понимание того, что, собственно, произошло с химических реакцией, и это было время расцвета биохимии. В 50-х, 60-х годах делали вещи, которые очень релевантны до сих пор, очень воспроизводимы, там, куча отличной науки в этих старых журналах, и, соответственно, в науках живом биохимия доминировала. Ну, если вы посмотрите Нобелевские премии, то есть, циклы Крепса, кори, цикл кори с инсулином и так далее, и тому подобное, то есть, это очень такие важные процессы, которые определили наше понимание огромного количества вещей, то есть, намного сильно прояснили физиологию, которую до этого изучали, уже очень подробно медики. И, в общем, это был вот такой первый цикл, можно сказать, когда все достаточно яростно стали чем-то заниматься и применять какие-то методы к наукам и живым. Следующий такой огромный, соответственно, скачок, был связан с изобретением двух вещей, так называемого молекулярного планирования, то есть, технологии рекомендантного ДНК. Тут важно, то есть, тут определенная биохимия уже использовалась, но это в основном, тут уже больше люди работали с, собственно, ДНК и с возможностями, соответственно, поместить какой-то ген, который вас интересует, или вариант этого гена и так далее, новый контекст, то есть, соответственно, вы вырезали ген, условно говоря, пользуясь рестриктазами, тогда примерно открыли и поняли мощность рестриктаз, поняли, что можно липки консолидировать, вот эти буквально несколько открытий, они очень сильно изменили, то есть, там было прям на самом деле тоже невероятный скачок общественного внимания, вы можете погуглить Асиломар конференц, это очень интересная штука была, она прям, то есть, люди прям сидели и решали, что же мы натворили, как нам теперь не разрушить весь мир и всю вселенную, и, в общем, они как немножко переоценили свои силы, но очень серьезное было восприятие, очень большое внимание публичное, я говорю. А вторым огромным открытием, связанным, ну, то есть, который определил то, что в 70-80-х годах доминировала уже молекулярная биология, это был ПЦР, ПЦР позволил ДНК обычно и РНК, соответственно, ее мало, достаточно разных объектов, которые нас интересуют, соответственно, возможность амплифицировать фрагмент до каких-то химически значимых концентраций, уже что-то с ним делать, была невероятно прорывной, и, соответственно, ПЦР тоже одно из самых важных открытий было, и уже используя эти новые несколько методов, люди очень много сделали в 70-80-х годах. Следующим скачком была структурная биология, то есть, это было в основном связано с развитием некоторых вещей и в технологиях компьютерных, и в датчиках рентгеновской кристаллографии, но, в общем, люди стали достаточно массово растить кристаллы разных протеинов, и очень сильно уточнять, в общем, уже с механистической точки зрения, как и протеины работают, огромное количество, соответственно, внимания сложилось в 90-е годы на структурную биологию. И, наконец, геномная биология, то есть, можно сказать, что с 2000-го года и на наши дни, то есть, вот эти методы сегминирования, они определили развитие науки живого. Конечно же, можно сказать, что все предыдущие методы все равно учитываются, то есть, никто не забывает о молекулярном клонировании, о клонировании АПЦР, кристаллы протеинов по-прежнему растят, сейчас КРИОЕМ новая, тоже такая очень мощный метод, который огромное количество, еще и позволяет посмотреть, которое раньше нельзя было, которое теоретически нельзя получить в кристалле. Но, тем не менее, какие-то вещи также забываются, поэтому вот этот цикл развития, когда все бросаются делать что-то, одно забывая о другом, он, к сожалению, постоянно присутствует в клубе АПЦАНТИС. Давайте коротко посмотрим, для чего вообще мы можем использовать это самое секвенирование. Мы уже разобрались с тем, что секвенирование, оно у нас высокоэффективное, то есть по NGS Next Generation Sequencing он называется также по-русски высокоэффективным секвенированием, то есть мы можем секвенировать с невиденной скоростью огромное количество вещей. Ну, это моя какая-то классификация очень условная, но можно сказать так, то есть вы можете, помните, там ДНК, РНК, да, то есть вы можете секвенировать геномы, вы можете секвенировать транскриптомы, причем вы можете делать и то, и другое, как для нового вида какого-то биологического, который вы первый раз видите, ну, или даже как коллекции видов, метагеномика, метатранскриптомика, либо вы можете это делать для уже известных хорошо охарактеризованных видов, чтобы понять, чем он, собственно, там отличается. Собственно, если вы делаете, секвенируете человека, понятно, что геном, мы с вами друг от друга отличаемся обычно не так сильно, то есть на несколько человек от референса своего на уровне генома отличается на где-то одну тысячу, на ленин процент, то есть, ну, в общем, там несколько миллионов вариантов. В протеинкодирующих регионах это обычно примерно 25 тысяч вариантов для белого европейца, чем больше для людей африканского происхождения. Соответственно, ну, вы можете заинтересоваться таким вопросом. Либо есть производные методы, вот это как раз тот интересный момент, когда я говорил, что когда у вас компьютер становится в тысячу раз производительнее, вам нужно на какое-то время, что называется, take your time, задуматься, а что я еще могу с этим сделать, он такой классный, такой эффективный, ну, и, соответственно, люди задумывались и придумали сотни методов, то есть там все, уже целая наука внутри науки. Вот, соответственно, задача сборки, да, то есть вот то, что я говорил, это диапазон геномов, но это может быть и транскриптом, в таком случае тогда та вещь, которую вам нужно собрать, она будет не очень большой, потому что средний размер генов около тысячи. Бывают очень длинные гены, но это скорее я писал. Вот, а ДНК бывает очень длинный, включая индивидуальные хромосомы, они бывают до, не помню, какая самая большая хромосома, почти в гигабазу, вот, то есть цельный, цельный кусок ДНК. А прочтение подавляющим большинство современного секвенирования используется иллюмина, то есть вот такой монополист почти, можно сказать, рынка секвенирования, и, ну, типичная длина прочтения 50-300 лет. Больше 300 иллюмина не бывает прочтения, там бывают, так называемые, парно-концевые прочтения, когда вы один фрагмент скинируете из двух концов, но, собственно, задача сборки, если вы интересовались биоинформатикой, вы наверняка видели эти эйлеровые мосты, графы Добрейн и так далее. Но, в общем, смысл в том, что из прочтений коротеньких вы получаете более длинные контики, всячески их пересекая, а потом дополнительные методы еще больше их объединяете в скафолды, и, если повезет целая хромосома. И точно так же можно собирать транскриптомы. Почему? Зачем вам это, может, понадобиться? Ну, помните Paris-Giponic, да? Там 150 гигабаз геном. Соответственно, из него полезное что-то делают ну, несколько процентов. Большинство геномов такого размера, они такие большие за счет всяких условно говоря, мусорных элементов. Всяких транспозабл-элементов и так далее. Соответственно, вас они не очень сильно интересуют в первом приблизении. Там может быть что-то интересное, но большая шанс, что можете не быть. Соответственно, если вы только сконцентрируетесь только на транскриптами, собрать геном в 150 гигабаз, на данный момент, в общем, этот геном еще не собран. Приличного собрать это очень сложно. Удача требует невероятных ресурсов. Соответственно, ну, вместо этого вы можете взять кодирующую часть, собрать этот транскриптом и получить интересующую вас информацию о присутствующих протеинах. Уточнение последовательности. Собственно, ну, вот какой-то пример, да, это ген человека, в котором показан гетерезиготный вариант внизу трейс-секвенирование по Сенгерам и вот аминокислотная замена в гене тяжелой цепи миозина. Как это выглядит? То есть, вот это у вас длинная последовательность, она здесь не очень длинная, но представьте, что она очень длинная, геномная. И короткие прочтения, когда вы их выравниваете на эту последовательность, вы можете обычно видеть отклонение от референс. То есть, референс практически всегда сейчас гоплоидный, даже несмотря на то, что мы диплоидные, а некоторые другие организмы имеют и выше гоплоидность. Соответственно, да, соответственно, вы смотрите на какую-то такую последовательность и понимаете, что здесь у вас есть вариант. И вот этот профайлинг, то есть он очень популярен. Он очень популярен в медицинской генетике, естественно, чтобы понять, есть ли там какие-то мутации, которые могут вызывать наследуемые заболевания. Ну и в целом он популярен для характеризации популяции. Вот. И есть количественные методы. То есть транскриптом был упомянут в предыдущем. Вообще транскриптом был упомянут во всех трех, потому что транскриптом можно собирать до нового. Для неизвестных организмов транскриптом можно смотреть какие-то варианты. Но самое популярное использование транскриптовом. Понятно, что в отличие от ДНК, копийность, которая ограничена, копийность РНК в рамках концепции дифференциальной экспрессии генов, она по ходу жизни организма в разных клеточных типах и так далее, она меняется. Соответственно, анализ дифференциальной экспрессии, то есть сравнение каких-то образцов опыт-контроль по количеству разных РНК, это одна из абсолютно таких столпов, можно сказать, современной биологии. Соответственно, ну вот вы берете два образца, секвенируете, выравниваете и просто смотрите, какое количество генов, как его прочтение выровнялось и какие генов токсиды. Есть всякие хитрые методы, один из таких методов широко спустянованная чипсек, ну чтобы дать вам некоторый пример, как можно использовать секвенирование несколько более креативного использования. То есть вот есть у вас огромная длинная ДНК, это так называемый транскрипционный фактор. Это протеин, который связывается с ДНК и контролирует экспрессию вот этих РНК каким-то образом. Можете ее репрессировать, можете ее активировать. И вам хочется понять, в каких местах на геноме данный конкретный протеин связывается. Соответственно, вы можете разработать антитело, которое будет примерно на вот этот эпитоп этого протеина садится. И сделать так называемую иммунопрецепитацию. То есть когда вы с использованием это антитело, а также кросс-связывание, вы возьмете кусочек ДНК, этот протеин и ее садите в антитело. После чего вы сможете снова разъединить, взять ДНК, амплифицировать ПЦ, и циквенировать, и выровнять, и посмотреть. Соответственно, контроль, примерно случайное распределение, он у вас будет выглядеть как-то так, а вот в нужной точке генома, где связывался протеин, если ваше антитело сработает, вы увидите такой пик. Соответственно, при помощи этого генома чипсек вы сможете понять, где сидит на геноме интересующий вас протеин. Таким образом, можно очень много понять о регуляции различных генов, строить уже сложные модели в рамках того, что я назвал Systems Biology. Выглядит все очень классно, но это очень смешной текст, на самом деле, если его загуглите, называется Farewell to Bioinformatics, там много, так сказать, горькой желчи, и в принципе таких вещей очень много в интернете. Смысл в чем? Если вы поговорите с большим количеством современных биологов и так далее, отношение к биоинформатике будет, мягко говоря, неоднозначно. С биоинформатикой всем тяжело. Ну, понятно, людям, у которых нет своего биоинформатика, то есть их просто раздражает то, что все это делают они и не могут. Но и самим биоинформатикам часто это очень сильно, очень большое количество фрустрации вызывает у них такая работа в основном, потому что почему? Давайте обсудим, почему. Собственно, биоинформатика переживает, наверное, уже, сейчас это уже меньше выражено, но условно в 2010 году, в 2005 году совершенно точно переживала определенные болезни и рост. Когда все хотят этим заниматься, никто не знает, как этим заниматься, но это, естественно, никого не останавливает. соответственно, типичные проблемы, да, они перечислены вот здесь. То есть у вас очень плохая, как правило, воспроизводимость результата. Ну, если, грубо говоря, делать какой-то аспирант, который делает работу, защищается и уходит, у него нет вообще никакой инициативы как-то поддерживать свой программный продукт. В общем, там опубликовался и забыл. Соответственно, огромное количество результатов, которые были опубликованы, они, в общем, улетают куда-то в космос. Вот. Очень разное количество кода, очень разное количество продуктов. То есть есть вещи, которые написаны изумительно, работают спустя 20 лет. Есть такая интересная почти сектор людей, которые пишут невероятно сложные вещи почти без зависимости. То есть у них есть какая-то своя имплементация. Библиотека, они ее каждый раз включают, то есть это все статически. Дело на эти, там написано на C++ выравниватели, они до сих пор компилируются и спускаются. 20-25 лет. Безумие. Вот. Но это редкость. Большинство других старых программ, которые не поддерживаются, естественно, у них нет никаких шансов запустить. Библиотека до сих пор существует в аду форматов. Особенно некоторые отрасли. Сейчас стало получше. было очень плохо. То есть шутки по поводу того, что 90% работы биоинформатики это превращение одного формата файлов в другой. Это не шутки. Вот. Ну и, наконец, то, что тоже относится к биоинформатике в некоторой степени, это вольное обращение со статистикой. То есть огромное количество вещей, которые делались с точки зрения дизайна экспериментов, с точки зрения тоже воспроизводимости, вот они проблемны с точки зрения статистических. Вот. Способы борьбы они, в принципе, понятны, но нам интересен вот способ номер два. То есть да, включая профессиональных программистов, ну, ни для кого не секрет, что программист в индустрии зарабатывает намного больше, чем практически любой ученый везде в мире, во много раз, ну, в несколько раз. Соответственно, включать профессиональных программистов в поле, особенно в фулл скейл, это дорого. Но некоторые институты уже могут себе позволить и делают. Вот. А разработка новых стандартов образования, то есть фактически достаточно рано людям стало понятно, что современный life scientist, то есть в широком смысле биолог, должен уметь программировать, должен понимать математику. и многим это, естественно, не нравилось, но, в общем, это происходит крути, и мы обсудим два больших, собственно, кластера, два направления образования, как на это, включая российские вузы, например, как на эти вещи реагируют образовательность. Вот. А также, конечно, очень сильно поможет смена культуры публикации данных, но, в общем, об этом поговорить честного смысла. Вот. Биоинформатика, в общем, есть две. Есть, так называемая, алгоритмическая биоинформатика, когда, в общем, развитие и углубление алгоритмов, которые вы применяете, оно дает вам очередной качественный скачок. То есть, ну, почти все задачи, достаточно сложно найти биоинформатики задачу, которая вообще не решена. То есть, с другой стороны, с точки зрения алгоритмиста, да, если задача решена и решение, условно, то есть, какой-то у него комплексити очень большой, то есть, это полная задача и алгоритм очень медленный, то, грубо говоря, вам это никак не помогает, то есть, построение филогении, например, до сих пор очень медленное, и если у вас есть, там, 10 тысяч каких-то геномов, да, его нужно построить филогению, в любом случае будет медленно. Но, большое количество других вещей, то есть, условно, выравнивание секенсов, вы можете поделить их на 100 кучек и делать в 100 параллельных процессов, то есть, это embarrassing задача, например, при этом, но большое количество вещей все равно может быть улучшено, и ускорив что-то, не знаю, 100 раз это я взял цифру с потолка, но, в общем, если в 10 раз вы можете взять в 10 раз больше мощности обычно, как-то у вас где-то обычно как-то есть доступ к чему-то такому, если это на порядок, то это не делает обычно количественной разницы, все, что в 100 раз и больше, делает качественный переход, и начинается использование уже этих вещей. Вот, а вторая биоинформатика, которая существует, это, соответственно, анализ огромных массивов данных, то есть, типичный даба-сайенс, вы сравниваете, вы как-то копаетесь в данных, вы смотрите хорошие и неплохие, сравниваете их с другими публикациями, сравниваете совсем на свете. И, в общем, честно, достаточно сильно наблюдается такая тенденция, что первым обычно занимаются программисты, люди с компьютер-сайенс образованием, которые исходно хорошо очень знают алгоритмы, и которые могут увидеть, о, здесь можно применить вот этот алгоритм, да. А именно ввиду специфики данных и ввиду специфики проблем, которые решаются, второе, в дата-сайенс часто очень успешно занимаются биологи, владеющие инструментарием, что не совсем ожидаемо, потому что дата-сайенс – вещь популярная, большое количество программистов занимается дата-сайенс, но мы обсудим, почему. Не буду сильно останавливаться на алгоритмах, но, в общем, вот эти алгоритмы, которые изменили биоинформатику, их достаточно много. Графа де Бройна, можете про них почитать, и замечательная книга Павла Певзнара 2004 года про алгоритмы биоинформатики, там хорошо описывается и разбирается именно на алгоритмические части. Динамическое программирование, Бласт и Блат в свое время там тоже произвели, Бласт до сих пор пользуется больше всего цитирование всех биоинформатических тулов, так называемых, и так далее. Вот. А дата-сайенс, с другой стороны, это, соответственно, такая штука, которая обычно описывается как некоторое пересечение вот такая в Бендае. я на нее вчера смотрел, не мог понять, почему здесь написано Dangerous Software, но, в общем, неважно. Смысл в том, что ваша какая-то типичная, типичная дата-сайенс, ненаучный, да, это, условно говоря, компьютер-сайенс какая-то, экспертиза там, алгоритмическая, вы умеете программировать, вкупе с пониманием математики и статистики. Вот тут, если вы понимаете биологию и медицину, она дополнительно очень сильно уносит изменения в то, как выведите данные и как вывести на работу. Специфика такая, что биологические данные обычно очень плохие и, соответственно, с ними работать обычным дата-сайенсом тяжело, но пользуясь, тем не менее. Большое количество, соответственно, вещей, связанных с дата-сайенсом, они обычно завязаны на всякую визуализацию, кластеризацию и всяческие методы уменьшения размерности и так далее. Здесь вы видите очень интересный плод, когда это у вас линейный метод, так называемый PCI, метод основных компонентов, а вот это метод тесни, не линейный метод, который позволяет представлять тот же самый дата-сайенс, то есть вот если у вас намного больше точек и скажем так, позволяет находить разницу даже там, где она микроскопическая. Вот. Я сейчас немножко перепрыгну, потому что по времени я, скорее всего, не успею рассказать вам ряда интересных вещей, но один из интересных примеров, да, то есть вот почему данные плохие с точки зрения. Ну, вообще, огромное количество вещей в биологии зависит от черт знает чего и, соответственно, огромное количество искажений, ну, то есть если вы делаете, условно говоря, один и тот же номинальный эксперимент в трех разных лабораториях, то у вас получится три разных результата с численной точкой зрения. соответственно, один из знаменитых примеров, то есть был такой проект Mouse and Code и люди сделали РНК-сек, транскриптомный профайлинг в 15 разных тканях. Мыши в человеке и пытались их сравнить. И вот у них получилось, что мышь группируется с мыщей, а человек с человеком. Это проблема, сказали люди, потому что, ну, в общем, мы думали всегда, что мышиный мозг, он больше похож на мозг человека, чем мышиная мышца, а мышиный мозг, просто потому что какие-то гены консервативные экспрессируются, определяют, что это мозг. Вот, ну, оказалось, что, в принципе, это оказался так называемый батч-эффект, эффект донора называется, если это в зависимости от разных доноров. То есть это вот просто какое-то искажение, которое происходит от рук. Мышиные эксперименты делались в одной лаборатории, а человеческие в другой лаборатории, и, соответственно, если сырые данные выглядят так, что они группируются, это, по сути, не группировка по мыши человек, это группировка по лаборатории. После того, как вы вычитаете эту переменную, да, просто в линейном способе, у вас вот получается, что разные ткани очень друг на друга похожи, на самом деле, это просто дурацкое такое искажение. Вот таких примеров можно набрать в Data Science и Milil. И что теперь делать? Ну, презентацию потом можем с вами обсудить, соответственно, есть целый ряд разных здесь у меня вещей, интересных вещей, с которыми я сталкивался по жизни и в процессе конференции, информатики и так далее. Во-первых, есть очень перспективное направление длинных прочтений. Соответственно, это сейчас на напоры и БакБио, про это записали на степике небольшой курс с моей женой Сашей. Соответственно, там можно подробнее рассмотреть разные возможности, но возможности достаточно потрясающие, особенно учитывая, что на напорах это чуть ли не первый метод циквенирования, который не использует никакой полимеразы, соответственно, там для определения последовательности ДНК используется просто изменение тока через вот эту протеиновую пору. Вот. И вы можете получать прочтения индивидуальные, которые до миллиона нуклеотидов в длину, то есть хромосомы. Например, можно циквенировать целиком. Алло, я кого-то слышу. Не-не-не, продолжай. Вот. Соответственно, целый ряд задач теперь можно решать с использованием длинных прочтений, которые раньше были, ну, как бы, более-менее невозможны. Например, можно получать бактериальные геномы. Помните, мы посчитали, что Эриколе должен был стоить 40 миллионов долларов. Ну, вот сейчас он стоит примерно 100 долларов. То есть, циквенирование короткими прочтениями дает вам такой запутанный граф. Эквивалент этого это то, что у вас сборка побита на скафолды. Но с использованием длинных прочтений и определенных уже разработанных биоинформатических инструментов вы можете очень дешево, безошибочно собирать геномы, плазмиды и, в общем, польза от этого для людей, которые занимаются бактериальной геномикой огромная. Вот. Есть, соответственно, вот эти ультраздлинные прочтения. Это целое, очень интересное, как биоинформатический, и с биоинформатической точки зрения, так и с точки зрения молекулярной биологии штука, потому что люди на данный момент не умеют работать. Это одна из таких немножко потерянных искусств. Помните, я говорил, что науки забывают в цикле хайпа какие-то умения? Когда люди много работали с так называемыми баками и яками, клонами, то они умели работать с большими хрупкими кусками ДНК. Сейчас как бы так никто уже не работает. Вот. Соответственно, справа вы видите, например, как можно выделить сверхдлинную ДНК, это просто натурально-механическое выделение, это осажденное ДНК. Очень интересно. Вот. С использованием этих сверхдлинных прочтений, соответственно, вы можете собирать вещи, которые были совершенно недоступны. например, центромером. Все, кто работает с индиомом, они, в принципе, могут быть вообще потрясены этим. Потому что это какие-то пол-мегабазы нон-стоп-повторов, да, и, соответственно, эти повторы, в которых есть медицинские значимые варианты и так далее, не, не снипы, а в смысле большие перестройки, вы можете, собственно, анализировать с использованием ультраздлинных прочтений. Есть абсолютно безумная технология, которая называется редонтил, которая заставляет пору, соответственно, выплюнуть ДНК, которая ей не нравится. То есть, это вы очень быстро определяете первые десятства нуклеотидов, которые прошли через пор, вы, соответственно, определяете, что это не та ДНК, которую вы хотите, и вы меняете полярность, и, соответственно, на этой поре ДНК выезжает обратно. Это вот пример, как вы можете, например, стеклинировать, по сути, экзом, то есть вы, по сути, используете эту технологию, чтобы обогатить только кодирующие варианты, интересующие вас на генаме. но вообще говоря, возможности применения такой технологии невероятно широкие. Вот, соответственно, перспективы информатики длинных прочтений, они очень большие, справа видеть Павла Певзнера и Мишу Кулмодорова, которые с институтом информатики очень тисно связаны. Он, например, написал замечательный сборщик Fly, который сейчас крайне популярен, это очень мощный сборщик длинных прочтений, один из лучших, если не лучших. Base Calling используют Neural Networks и кучу другого интересного машинного обучения для уменьшения этих ошибок, которые свойственны длинным прочтениям. Определение модификации, то есть вы можете напрямую определять модификации на ДНК, РНК. В общем, это в известной степени рай алгоритмистов, то есть если вы очень хорошо владеете алгоритмами, вы найдете, где там распространяться. Вот. CRISPR, то есть для биоинформатика CRISPR причем тут CRISPR, то есть вот есть красивые картинки, наверное, не наняли биоинформатик, чтобы распространять эту картинку, но вы можете спросить, почему. Ну, CRISPR точно так же, как другие методы, которые мы видели, когда вы можете делать что-то легко, вы начинаете применять это сделать. CRISPR screens, которые я не буду обсуждать, они, например, позволяют вам очень легко и массово смотреть на эффект, искать гены, связанные с интересующим фосфенотипом, например, во всем динамике вот. Но еще один интересный момент, что вообще-то CRISPR-Cas это исходно одна из форм бактериального иммунитета. Соответственно, нашли вообще собственно роль этих последовательностей. То, что повторы CRISPR, они похожи на бактериофагии, это же как бы система с памятью. Соответственно, нашли это биоинформатическим. А что еще нашли биоинформатическим? Это такую небезынтересную систему, как система рестрикции модификации. Система рестрикции модификации это еще одна антифаговая защита, и она замечательно тоже произвела революцию в молекулярной биологии в 80-е и 80-е годы. И вообще, если подумать, это не случайно, потому что собственно мы не очень хорошо умеем придумывать какие-то протеиновые системы, и соответственно обычно мы воруем, одалживаем оприротерам. И соответственно это системы, которые заточены специально на работу с ДНК. Ну окей, вы хотите сказать, то есть CRISPR уже все более-менее открыли, рестрикции модификации тоже системы открыли, кучу рестриктаций. Что там еще осталось? Ну вот, на самом деле, если вы посмотрите публикацию из лаборатории Ротема Сорик в 2018 году, они нашли 9 новых антифаговых систем с угловой биоинформатической методом, просто майнинг и гноу, и подтвердили, что это действительно антифаговая система. И функциональные исследования вот этих вещей, они наверняка принесут огромное количество новых молекулярных методов. То есть тут есть, где развернуться биоинформатику, и очень много можно соответственно подчеркнуть. Так, к сожалению, время. Я, естественно, не успел рассказать кучу всего, но презентация будет вам дана, и посмотрите ее, расспросите меня, если вам интересно, я не буду затягивать. И спасибо вам большое за внимание. Для участников школы будет возможность с Александром пообщаться вечером за кофе и задать ему те вопросы, которые у вас есть. Я думаю, Саша, у нас есть время на один-два вопроса буквально от тех, может быть, кто не на школе. Если у кого-то есть какие-нибудь вопросы, кто не участник школы и, соответственно, не сможет вечером пообщаться с Сашей, вы можете задать свои вопросы сейчас голосом или в чате, и мы постараемся достаточно быстро на них ответить. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Кажется, Саша, ты был великолепен. Ты все до сих пор в шоке, я понял, в шоке. Коллеги, если позволите коротко вопрос? Да, конечно. Конечно. Всем добрый день, меня зовут Илья Комарьков. Александр, подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, образование в области биоинформатики, оно существует ли в России, если говорить о его существовании как бы неформально, а с точки зрения того, каким оно должно быть? И если да, то где оно существует? Ну, разумеется, за исключением Института биоинформатики. Спасибо, да, ну, то есть у меня, на самом деле, ограниченное представление о всей России, потому что, ну, например, есть у нас центры научные, в которых наверняка стараются и учатся, но поскольку интеграция наша не идеальная, в ИТМО очень сильная магистратура стартует, соответственно, в которой как раз вот это деление на алгоритмистов и дата-сайентистов будет, она уже, в общем, она уже есть, и я так понимаю, у них просто новый трек сейчас, ну, в общем, очень сильная магистратура в ИТМО, там связи с большим количеством людей, с которыми мы коллаборируем, в Академическом Институте была, не знаю, как сейчас, вот, соответственно, Скалтех развивают, МФТ развивают, там много очень сильных людей, к сожалению, смотрите, я бы сказал так, современное биоинформатическое образование, да, это не образование, по условной говоря, по физике, там нет теоретического минимума от Ландау, ну, то есть образование на данный момент еще не устоявшееся, и извините, есть большое количество, соответственно, этих, есть большое количество, Саша, ты знаешь? Меня сбили с толку немного. Хорошо, в общем, образование есть, помимо института. Образование есть, да, там, скажем так, есть очень сильная возможность, короче, развернуться людям, которые занимаются наукой, и которые, ну, как бы, хотят добавить что-то от себя, то есть, оно будет однозначно неровненькое, оно не будет везде одинаковое, по стандартным книжкам и так далее, но везде, где есть сильные научные центры, у вас получится, скорее всего, вас научат чему-то интересному, то есть, там люди, во-первых, понимают основы, какие должны быть, более-менее, понятно, со своим перекосом, у всех свои перекосы и так далее, но это вообще нормально, даже для устоявшихся, каких-то там, не знаю, советского образования, если вы посмотрите, там все эти школы, мы тащили отделом на себя, и чему сильнее всего учили, там ГУ, Фистехи, МИФИ, и так далее, оно отличалось. И, соответственно, да, ну вот эти центры основные, которые я перечислил, наверняка там, как минимум, магистратура, то есть, дальше уже всегда возникает вопрос, то есть, для роста, как бы, информатика, вам нужно, как бы, в среде быть, соответственно, ну, это вопрос взаимодействия с биологами, это вопрос взаимодействия с индустрией, соответственно, после какого-то этого, то есть, насколько мы можем предложить, как много всего мы можем предложить, там, после магистратуры, это уже отдельный вопрос. Тут еще в чате был вопрос, насколько есть место в биоинформатике человеку с классическим физическим образованием, и нужно ли, по вашему мнению, биоинформатику, знание классической биологии, как я сейчас придаю, преподает, видимо, в вузах? Ну, скажем так, нужно, не нужно, в плане приоритетов, если сейчас учить уже, то есть, я бы не рекомендовал, условно говоря, да, учить, там, инвестировать свое время в классическую биологию, но, как я, ну, как бы, рассказывал до этого, да, то есть, цикл хайпа, это не очень хорошо, и классические знания, это отлично, то есть, до сих пор ценны знания морфологов, если вы занимаетесь биологией, они ценны, то есть, их можно будет применить в современной науке, параллельно с биоинформатикой, интегрировать с биоинформатикой и так далее, то есть, как бы, там большая мощь, да, там большое количество устоявшихся подходов, знаний, там очень много всего интересного сделано, и это не значит, что это все можно, ну, можно и нужно забыть. А первый вопрос, то есть, физику классическому, на самом деле, очень круто, потому что, особенно, ну, как бы, да, то есть, сложнее на первых порах, потому что, как я говорил, да, большое количество подходов, они такие data science, как бы, но физику можно, во-первых, если человек пойдет в какие-нибудь симуляции, биофизику и так далее, там вообще напрямую все это применимо, а во-вторых, физика, она, ну, как бы, то есть, она просто на более продвинутом уровне, с точки зрения теории, заведомо, чем биология. Соответственно, биология со временем придет туда, где физика уже сейчас. То есть, может быть, там, это может вызывать, там, какую-то фрустрацию, но в определенных отраслях, совершенно точно мышление, как бы, физическое, оно очень-очень полезно. То есть, функциональная математика и построение, соответственно. Это очень-очень полезно. Продолжение следует...